Итак, друзья, привет! Сегодня мы с вами образовательная программа от системы магазинов планеты ЗОО города Кемерово и канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. В предновогодней передаче наш сюжет заканчивался тем, что я рассказывал вам о лакомствах. Я всех поздравляю с выступившим 2015 годом и в последнее время, буквально несколько дней, ко мне поступает на почтовый ящик очень много вопросов о том, какие лакомства существуют, и чтобы я рассказал о них поподробнее. Сегодня в нашей передаче я представлю вам лакомства, которые в принципе в природе существуют, и в частности в системе магазинов планеты ЗОО. А также в конце передачи я расскажу вам, как правильно пользоваться этими лакомствами. Итак, поехали! Ну, вот здесь на стол я сейчас выставил то минимальное количество, которое, собственно говоря, можно было поставить, которое влезло на этот стол. И давайте сделаем такую классификацию. Это моя личная классификация этих лакомств, поэтому вот как я вижу, так я вам и расскажу. Я бы поделил все лакомства, представленные в магазине, на три категории. Первая категория лакомств – это полезные лакомства, так называемые, витамины и подкормки. К этим же лакомствам я бы одел на такие лакомства, которые ухаживают за полостью рта, то есть за зубами наших животных. Следующий вид лакомств – это дрессировочные лакомства. Вот они здесь стоят. И третий вид лакомств – это, значит, лакомства, которые являются как бы жевательными, при помощи которых мы можем ликвидировать некоторые нехорошие привычки наших животных. Грызть там, положим ножки стула, стола, ботинки ваши и так далее. То есть для того, чтобы отвлечь животное, мы можем использовать с вами какие-то лакомства. Ну, теперь давайте поподробнее поговорим. Вот я к вашему сейчас вниманию представляю, значит, вот такие вот витаминно-минеральные комплексы. То есть они не просто витаминно-минеральные комплексы, это почему именно к лакомствам я их отнес, потому что они имеют различные вкусовые характеристики. То есть, например, здесь со вкусом говядины, со вкусом телятины, со вкусом утки и так далее. Специализированы они также, помимо того, что имеют вкусовые и просто являются витаминно-минеральными комплексами, они также специализируются на различных, скажем так, потребностях вашей собачки. То есть есть комплекс специальный для того, чтобы вот когда идет линька, собака или кошка себя вылизывает, да, она проглатывает очень много шерсти. Вот для того, чтобы эта шерсть переваривалась, специально подобраны специальные вот такие вот комплексы витаминно-минеральные. Также потребность щенков, например, от взрослой собаки витаминно-минеральном комплексе, она отличается. Поэтому были разработаны специально именно для щенков. Вот сейчас я держу такой комплекс Омега-Нейл для щенков. И для взрослых собак. То есть есть для стерилизованных собак. Здесь тоже немножко отличие есть от этого. Дальше, значит, здоровым лакомством, то есть которые поддерживают здоровье наши собачки, я бы отнес бы вот такие вот косточки всевозможные, жевательные такие вот палочки. Тоже они различные, под различные породы, под различные размеры абсолютно сделаны, которые следят за китериной полости рта наших животных. То есть, когда собачка грызет, у нее слетает налет зубов, который мы, вот, когда вы же можете пойти почистить утром-вечером зубки, собачке тяжело это сделать. Поэтому в зооиндустрии были специально разработаны вот такие вот косточки, вот такие вот палочки, которые следят за полостью рта вашего животного. Так, мы переходим с вами к следующему виду лакомства, так называемые жевательные, жевательные лакомства. Чем хороши эти лакомства? То есть, помимо того, что вы даете какое-то поощрение своей собаке, да, вы еще тем самым, уходя из дома, например, да, вот и взяв, ну, в зависимости от размера собачки, конечно, там, либо вот такую вот ножку, либо если у вас там огромная собака, то вот такую вот ногу оставляете собачку наедине с этой ногой, то поверьте мне, пока она будет заниматься вот этой вот вашей ногой, ваша мебель будет оставаться в полном порядке, то есть это так называемая, скажем, страховка для вас, для вашей мебели, для вашего интерьера. Давайте поподробнее остановимся на этих вот лапках, ушках, носиках и так далее. Что это такое? На самом деле это не имитация какой-то ноги, ножки, ушка и так далее. Это на самом деле так и есть. Это есть нога, также это ушко свиное и носик, то же самое. Просто сейчас современные технологии, они идут вперед, на месте не стоят. И посредством специальной техники, то есть происходит дегидрозация вот этих вот ног, ножек, ушек, носиков и так далее. Выходит, происходит вытяжка воды и находясь в таком сухом виде, эти лакомства, они не гниют, ничего с ними не происходит. Для собачки они имеют очень хороший запах. Ну, правда, для хозяев, для них это не очень хороший запах, но тем не менее собачкам это нравится. Чем вонючее, тем приводнее. Также к жевательным лакомствам относятся вот такие вот сухожильные кости, вот такие вот маленькие. Они существуют и в зависимости от размера собачки вы можете приходить и приобретать эти лакомства. Также вот есть изживательные вот такие вот косточки утины, медальоны из ягненка, ломтики крольчатины. Ну, то есть ассортимент достаточно широкий. Вот, посмотрите, за моей спиной сейчас находится. И тут еще половину вы не видите, что тут есть из этого вида лакомств. Ну, к дрессировочному бы я тоже бы не отнес бы вот такой вот вид лакомства для собаки. То есть это кусочки какие-то, чего-то интересного, сейчас я прочитаю, чего. Легкая баранинка. Тоже бы я отнес бы его к тем лакомствам, которые чистят зубки для собачки. Также и вот эти вот тоже бы я отнес бы к этому виду лакомств. Ну, и теперь давайте перейдем с вами к дрессировочному виду лакомств. Какие они существуют. Это вот такие всевозможные десерты. Вот такие вот с сыром, зеленью. Вот такие вот это мясное печенье для мелких пород собак. Ролсы всевозможные. И вот такие вот печеночные печенья. То есть всевозможные вкусы, всевозможные размеры. И самое главное, когда вы будете применять три дрессировки лакомства, нужно соблюдать некоторые правила. Об этих правилах я хочу вам показать в отдельном сюжете. Давайте посмотрим. Лакомство должно храниться в специальной сумочке, отведенной именно для лакомства. Вот я использую вот такой вот. Здесь горлышко открыто, у меня свободно входят руки для того, чтобы я мог достать лакомство. И пристегиваю вот так вот в курточке, для того, чтобы оно мне свободно болталось. Лакомство никогда не должно храниться в полиэтиленовом пакете. Почему? Потому что, когда вы начнете доставать кусочек лакомства, шуршание будет слышно собаке. И собака будет реагировать на это шуршание, будет заранее знать, что сейчас ей будут предлагать выполнить какую-то команду. И будут поощрять ее лакомство. Лакомство должно доставаться незаметно для собаки перед подачей команды. То есть собака у меня находится сейчас с левой стороны, лакомство находится с сумочки, с правой стороны. Я достаю лакомство, командую собаке лежать. И еще одно правило, лакомство должно подаваться на уровне головы собаки, для того, чтобы она не меняла свое положение. Лакомство подается одновременно с похвалой собаке. Лежать. Сидеть. Хорошо. Молодец. Хорошо. Дается только после того, как собака правильно выполнит упражнение. То есть вот сейчас собака неправильно выполнила упражнение. Я ее поправляю. Сидеть. Хорошо. Молодец. Только после того, как вы поправите собаку. Еще одно правило. Не смешивайте запахи. То есть, если вы держите лакомство в правой руке, а апортируемый предмет должны бросать в первую руку, для того, чтобы не смешивать запахи. Итак, лакомство в правой руке. Опор. Ну, и также лакомство не должно даваться без причины. То есть, для того, чтобы не нарушать вот эту вот поощрительную связь. То есть, проходя мимо собаки, не поощряя какое-то действие, вы не должны давать кусочек какого-то лакомства. И также особо эффективно лакомство у вас будет работать, если только ваша собачка простимулирована вот на эту зоовитальную пищепоглотительную, скажем так, реакцию. То есть, это либо до кормления нужно заниматься собачкой, либо не менее чем через 4 часа после кормления. Единственное, что я не сказал в этом сюжете, то, что лакомства не должны никогда быть той едой, которой вы кормите собаку. То есть, лакомство отдельно, кормление отдельно. Не надо смешивать эти два понятия. Тогда вот эта вот пищевая мотивация у собаки, она будет, ну, ярко выраженная, будет более сильная. И теперь, в заключение нашей передачи, я бы хотел сделать обращение к своим зрителям. Ко мне приходит очень много писем. День по 40, по 50 писем. Я просто не успеваю отвечать на некоторые письма. А на некоторые, ребят, ну, извините, может быть из-за вашей невнимательности, вы задаете мне те вопросы, сюжеты, по которым я уже снимал. Поэтому, давайте так, если вы задали вопрос мне какой-то и не получили ответа у меня, это, значит, либо дело времени, то есть, когда у меня появится время свободное, я вам отвечу. Либо, значит, просто сюжет уже на эту тему снимался, и нужно быть немножко повнимательнее. Вы пройдитесь, видео очень много, сейчас, на данный момент их уже 75 дней. Вполне возможно, вы найдете ответ на свой вопрос, посмотрев то видео, которое я уже снимал. Итак, друзья, с вами была образовательная программа «Система магазинов в планете Зоо города Кемерово» и канал «Я и мой хвост», и я автор и ведущий «Олег». Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все как получится. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok